МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Работа над ошибками. Левый берег Сатиса продолжают проводить в порядок. Главный ритм. 11 ноября. Международный день барабанщика. Укрепить осанку, развить силу и гибкость. Спортсмены всего мира отмечают день фитнеса. Далее расскажем обо всем подробно. Благоустроенную набережную на левом берегу Сатиса сдали год назад. Но ремонтные и строительные работы продолжаются до сих пор. В рамках гарантийных обязательств подрядчика обязали устранить недочеты, которые выявили в ходе проверки специалисты городской и областной контрольно-счетных палат. С опозданием и недоделками. Год назад город принял благоустройство левого берега Сатиса. Разрушенные кромки дорожек, засохшие деревья, потрескавшиеся бетонные основания опор освещения. Все эти недостатки были видны невооруженным глазом и нашли отражение в отчетах контрольно-счетной палаты. Многие недочеты уже устранены. По остальным УКС Сарова ведет претензионную работу с подрядчиком ООО «Причал». На сегодняшний день обочина укреплена, велодорожек щебнем, площадью 265 метров, что заактировано и имеются фотоматериалы. В рамках гарантийных обязательств проведена работа по восстановлению асфальтового покрытия. Оно тоже поправлено. Восстановлены все бетонные основания, металлические столбов. Проверяли качество работ на набережной Сатиса сразу две контрольно-счетные палаты – городская и областная. Территорию благоустраивали в рамках федерального проекта на средства трех бюджетов. Общая стоимость работ – более 30 миллионов рублей. Нарушения установили на сумму более 15 миллионов. Сюда вошли и ненадлежащее оформление документов, и срыв сроков, и неэффективное использование бюджетных средств. Подрядчик оштрафован. Наказали и саму компанию почти на 100 тысяч рублей, и ее директора. Подрядчик был, к сожалению, достаточно нерадивый. Я, насколько знаю, что по линии прокуратуры, конкретно физлицу директору, выписан штраф в 800 тысяч рублей. Сейчас УКС написала подрядчику претензию, которая касается засохших деревьев. Если исполнитель не высадит новые саженцы, заказчик будет вправе обратиться в суд и выбрать другого подрядчика. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Одинокие родители получат новые трудовые гарантии. Государственная дума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Теперь матерей и отцов, которые одни воспитывают детей до 14 лет, не смогут отправить в командировку, вызвать на работу ночью или в праздники без их письменного согласия. Эти же правила касаются опекунов детей до 14 лет, а родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель, работает вахтовым методом. Работников, имеющих трех и более детей, в возрасте до 18 лет, при этом младшему не должно быть 14. Работодатель обязательно должен в письменной форме ознакомить таких сотрудников о своих новых законных правах. Под видео на YouTube больше не будет отображаться количество дизлайков. Они будут видны только авторам роликов. В ходе эксперимента компания выяснила, что когда пользователи не видят дизлайки, они реже их ставят. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 2022 году для водителей готовят целый ряд важных изменений. Нововведение содержится в проекте измененного кодекса об административных правонарушениях, которые предлагает Минюст. Например, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони обернется для водителя штрафом в 40 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех лет. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500-800 рублей. Еще одно важное изменение – рецидив с чрезмерной тонировкой, которая грозит штрафом в 3 тысячи рублей. За повторную езду с нечитаемым грязным номером автомобилист заплатит 5 тысяч рублей, а также может даже лишиться водительских прав. Кроме этого, с одной до трех тысяч рублей вырастет штраф за стоянку вне специально отведенных карманов. За перевозку детей без автокресла вместо трех тысяч придется заплатить пять. Также в России может появиться новый штраф в 3 тысячи рублей за опасное вождение. В поликлинике номер один организовали дистанционное оформление льготных рецептов федеральным и региональным льготникам. Для оформления рецептов можно записаться самостоятельно на портале пациента. В колл-центре поликлиники номер один по телефону 95511 или по телефону 95565 с 8 до 14 часов на определенную дату. Получить рецепты может родственник, не входящий в группу риска, либо волонтер. В списке исключений рецепты на наркотические и сильнодействующие средства, дорогостоящие онкологические препараты, которые оформляют только после личного осмотра пациента врачом. Также рецепты не могут быть выписаны дистанционно, если пациента в этом году ни разу не осматривал врач. В этом случае предложат запись на прием. 13 ноября стартует новый хоккейный сезон. В этом году объединили прошлогоднюю высшую и первую лигу в одну высшую. Это решение позволило разнообразить количество соперников, сделать сезон более интересным и насыщенным. Первый матч Саров проведет дома. Соперником нашей команды станет кварц. Начало игры в 13 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам. Сертификат о вакцинации или сертификат об иммунизации. Канал 16 проведет прямую трансляцию игры на своем канале в Ютубе. Никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время совещания с Владимиром Путиным. Это была вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он отметил, что на карантин из-за COVID-19 закрыты 18 школ. С 8 ноября свыше 90% школ работают в очном формате. Нерабочие дни не оказали влияния на качество образовательного процесса, считают в министерстве. За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 759 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 783 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 138 человек. Трое скончались. 11 ноября в мире отмечают День барабанщика. Принято считать, что это самый древний музыкальный инструмент, где главное – ритм. Именно благодаря специфическому звуку в 16 веке барабаны впервые применили в военных целях во время осады А сам праздник официально утвердили во время Олимпиады 1896 года. Ударными Сергей увлекся еще в раннем детстве. Вот только вместо барабана была подушка, а палочки заменяли мамины спицы. Время шло, и желание играть на ударных становилось только сильнее. Музыкальную карьеру он начал в клубе «Прогресс». Играл в ансамбле, а позже поступил в училище. Так простая детская забава превратилась в увлечение всей жизни. Барабанщик – это обычный аккомпанемент, поэтому игра в коллективе подразумевает аккомпанирующую роль ударной установки, в частности. И поэтому все зависит от конкретного произведения, конкретной композиции. Медленное, быстрое, в соответствии с этим определенные ритмы используется. С 99-го года Сергей обучает игре юных саровчан. Многие ученики не забывают своего педагога и после выпуска приходят в гости, рассказывают о своих достижениях. О таких моментах барабанщик вспоминает с улыбкой. Сейчас у него 10 воспитанников. Си-си, си-соль, си-соль, си-до. Степа Чуйков занимается ударными только первый год. Урок его начинается с разогрева. Кисти хорошо разминает прием одиночной ударчики. После этого переходит к ритмическим упражнениям. Потом мы переходим к пьесам. У нас есть пьесы для малого барабана. То есть, в частности, мы сейчас пока занимаемся с детьми, с маленькими, по такой программе, по 8-летней мы занимаемся непосредственно только лишь малым барабаном. Вот. Проходим эти пьески, то есть изучаем мы их, повторяем. Потом мы переходим к вибрафону. Нагрузку своим воспитанникам педагог распределяет дозированно. Одним важно делать небольшие перерывы, другие, наоборот, очень любят выпускать пар от всей души, побарабанив. Анна Перепец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Начиная с 2011 года во многих странах 11 ноября отмечают замечательный спортивный праздник – Международный день фитнеса. В этот день профессионалы и любители фитнеса помогают всем желающим привнести физические упражнения в ежедневную жизнь и бросить вызов самим себе. Йога, пилатес, стрейчинг, аэробика, колонетика, упражнения на тренажерах – все это виды фитнеса. Направлений много. Любой, кто хочет вести здоровый образ жизни, может найти себе подходящее. В основном фитнесом занимаются не для того, чтобы поставить рекорды, а чтобы поддерживать в тонусе свое тело. Начинать заниматься лучше всего с тренером. Конечно, я знаю больше, чем, к примеру, человек, который, не зная, пришел и где-то начитался и посмотрел видеоблоги. Вопрос времени, да, в любом случае он придет к той программе, к которой она будет подходить. Да, но если вам дорогое время, то я бы взял тренера. Главное в занятиях фитнесом – это желание. В любом случае, начинать новички будут с маленьких нагрузок, постепенно их увеличивая. Внимательный тренер всегда обращает внимание на ощущения спортсмена, его прогресс. И возраст в этом деле не помеха. У меня есть и девчонки, которым ей 72 и 76 лет приходят. Да, и, в принципе, очень хорошо тренируются. Очень режимно тренируются. Одни из самых режимных моих клиентов. Вот. И, в принципе, делают абсолютно все. От приседаний, от выпадов на смитах. Ну, это все в комфортном состоянии, да, чтобы им было комфортно. Это не так много в тоннаже получается. Это две-три тренировки. Но это постоянно. И там час-двадцать времени в день. Я, в принципе, считаю, что может выделиться по каждой. Занятия фитнесом заряжают энергией, стабилизируют работу нервной системы, могут предотвратить депрессию, помогают управлять эмоциями, улучшают сон. Всего полтора часа в день, и вы в прекрасной форме и отличном настроении. Екатерина Пенова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей из Саров-24. Если шоппинг, то с выгодой. 11 ноября во всем мире отмечают день шоппинга. Появился он в 2009 году благодаря грандиозной распродаже Али Баба Групп. Жителям Сарова ждать специальных дней скидок не нужно. Выгодные цены всегда в магазине «Планета одежды и обуви». Куда отправиться на выгодный шоппинг, знают уже почти все саровчане. На втором этаже торгового центра «Куба» направо от лифта расположился настоящий клондайк для тех, кто привык покупать с ощутимой экономией для семейного бюджета. Магазин «Планета одежды и обуви». Те, кто пришел сюда за покупками, однажды возвращаются снова и снова. По простой причине. В одном месте удалось собрать все, что необходимо взрослым и детям, по очень доступным ценам. Так как в нашем магазине доступны цены, можно приобрести все необходимое и для детей, и для взрослых. И верхнюю одежду, и носочно-чулочную. Когда в «Планете одежды и обуви» говорят, что здесь есть все, то ничуть не преувеличивают. Представьте, что вам необходимо и приходите сюда. Наверняка найдете. А если нет, то нужные товары привезут в кратчайшие сроки. Поступление в магазине каждую неделю и дважды в месяц – полное обновление ассортимента. Например, здесь уже во всеоружии готовы встречать наступающую зиму. В нашем магазине можно купить и варежки, перчатки, и шапки, и шарфы, детские и взрослые. Большой ассортимент курток и обуви. Теплые яркие пуховики согреют даже в лютый мороз. В одной цветовой гамме можно собрать целый фэмили-лук. Разнообразные расцветки зимней одежды можно найти и в мужском, и в женском, и в детском отделах. В комплект будет просто подобрать шапки и варежки. И что приятно – потратить на это совсем не пугающую сумму. Детскую курточку можно от полторы тысячи до трех. А взрослые – от тысячи восемьсот и до трех с половиной. Обувь от полторы тысячи и выше – зимние. Сапоги и ботинки и такие полюбившиеся многим дутики – все это уже представлено на полках магазина «Планета одежды и обуви». Так что уже сегодня вы можете подготовиться к грядущим холодам. И не забывайте про предстоящие праздники. До Нового года рукой подать. Самое время продумать наряды для корпоративов. Собрать полный образ в магазине «Планета одежды и обуви» можно за полторы-две тысячи рублей. Выбрать, например, блузу в пайетках и брюки, романтичное платье или актуальный костюм в стиле спортшик. Дополнят наряд туфли или стильные ботильоны под замшу с акцентным декором. В таких вы точно не останетесь незамеченной на празднике. Не обделили вниманием в магазине «Планета одежды и обуви» и мужчин. Для них огромный выбор рубашек любых расцветок. А для детей – карнавальные костюмы. Ну и, конечно, в «Планете одежды и обуви» можно подобрать подарки для коллег, друзей и родных. Новогодние поступления еще ожидаются, но уже можно без суеты и спешки приобрести аксессуары с праздничной тематикой. А также такие необходимые в хозяйстве бытовые мелочи. Можно из постельного белья. Это можно одеяло, подушки, комплекты. Можно скатерти. Комплекта полотенец. Просто полотенчики для кухни. Есть прихваточки у нас для кухни. Хорошим подарком для детей станут наборы постельного белья с мультяшными героями. И традиционные игрушки, куклы, развивашки, конструкторы. Найдете в «Планете одежды и обуви» картины по номерам сумки и чемоданы, нижнее белье и домашнюю одежду, констовары и сувениры. Словом, подарки на любой вкус. В том числе и для себя. Кстати, приятным бонусом к доступным ценам станут постоянные акции. Регулярно на разные группы товаров в магазине «Планета одежды и обуви» устанавливают ощутимые скидки. У нас есть на летние варианты на платье, на джемпера в распродаже 20% скидка. А еще здесь действует система лояльности для постоянных клиентов. Накопительные скидочные карты от 3 до 7%, что делает вашу выгоду еще более ощутимой. Праздник шопинга каждый день в магазине «Планета одежды и обуви». Торговый центр «Куба», второй этаж, направо от лифта. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин